Как настроение, как бодрость духа в вашем таком длящемся духе? У нас очень хорошее настроение, потому что мы в Николаеве, мы очень любим Николаев, здесь живут наши друзья, и дыхание затая, в родные окна вглядываюсь я, когда тут есть наш товарищ, у него есть ресторан, вечером мы пойдем там будем пить, готовить еду, он нам разрешает готовить, в общем, куча всяких, еще она может, это наш второй дом, Николай, еще с времен Насти Камерских, у которой был здесь парень, и мы всегда любили Николая, вот, впоследствии ее экс-бойфренд стал нашим другом очень хорошим, вот, и, а вокруг этого дружба обросла, как вокруг Сатурна, кольца обросли разные кружочки, люди, женщины, мужчины, но у Вовчика из Николаева мы любим больше всех, Николаев, девчонки, сколько у нас тут есть, вообще, как мы влюблены в этот город, какие тут красивые девчонки. Ну, я все спрашиваю, с чем ассоциируется, в первую очередь, наш город? С красивыми женскими ногами. Да, точно, да. Это был город Корабелов, да? Корабельщик. Корабельщик. Корабелый. Тут всегда тепло, тут много фруктов всегда. Вадик, больше поедем. Благодарная земля. Кто вас стимулирует к новым находкам? Слово «стимуляция» уже стимулирует. Я думаю, что больше вдохновляет, наверное, все-таки музыка. Это люди, это концерты, поэтому, несмотря на какой концерт подряд у нас идет, мы всегда радуемся именно приходу концерта и времени, потому что тогда у нас появляются новые силы и новые супер возможности. Вот не поверите, мы ехали сюда и вместе вот этой веселой компанией пели песни «Машины времени» и «Браво», например, «Вот новый Поворот». Вот такая веселая компания. Вот такая веселая компания. Песни. Кто у вас пишет песни? Как часто рождаются песни и о чем? О песни у нас пишет никто. Как раз рождаются вы? Давайте так. Вот так вот. Вот этот процесс. Матя, тяга, авиатолет. Ну как это? Вообще, это такое варево идей. Когда мы собираемся вместе, мы обязательно отдыхаем, мы обязательно пьем чаек, мы кушаем конфетки, мы трогаем друг друга. Мы разговариваем, разговариваем, шутим. И из этого такого творческого варева вылазит песня. Они получаются иногда спонтанно, случайно. Ты должен быть готов к тому, что она выплывет. И в самолете. Вокруг одной фразы иногда песня. И в самолете, и в обществе. Это вокруг одной фразы рождаются. Да, родилась она просто во время написания другой песни случайно. Вот, например, Игорь Николаев приехал в Николаев. Почему бы не взять такую фразу по кругу? Игорь Николаев и Наташа Королева приезжают в Николаев. О-о-о. Ему и очень много. Рождение новой песни сейчас. Вот оно сейчас может быть. Прямо сейчас, да. А разногласия не бывает у вас? Конечно. Нет. Нет, не бывает у вас. Никогда. У нас, дело в том, что есть очень много порталов по выбросу энергии. Понимаешь? Есть... Что? Это Вадим Федоров. Вот. Я не могу сказать, что это человек. Я хочу сказать, что это целая вселенная. Море. Я бы сказал, черная дыра. Да. Он как в пуска. Мы много сбрасываем. В него он перерабатывает и отбрасывает нас. Это шутка, конечно же. Мы все музыканты на сцену очень сильно лечат. Поэтому вся злость, переживания, болезни все проходят. Вот. Какие-то... Да пойдем полечим. Пойдем подлечимся сейчас. Зачем сейчас работать? Когда много альбом нам ждать? Скоро? Мы скоро. Это сложный вопрос. Потому что мы все-таки настроены на синглы. Но из этих синглов потом и сложится альбом. Я думаю, что все песни будут хитовые. Я думаю, что мы как раз откатаем тур. И вот где-то к осени, я думаю, что мы обрадуем людей. Да. Нам дело в том, что надо... Мы работаем над песнями. Сегодня мы слушали новый сингл. Очень летний, очень танцевальный. Кстати, в Николаеве надеемся, что Николаевские красивые девушки подхватят его. Потому что это именно об этом песне. Именно о них. О красоте, о пляже, о море, о солнце. О нас. А есть ли абсолютные песни? Песня абсолютная? Тысячу один раз подряд. На концерте нашего имейте ввиду. Из нашего репертуара. Вадим. Ну, Руслан. У каждого. У меня, например, «Ротолет» качает как в первый раз до сих пор. Да. Но если говорить по публике, то я точно знаю. У нас есть крайняя песня, которую мы поем. Это всегда любовь. Отлично. Которая коет всегда. Которая танцует. Которая целуется. Которая, наверное, дети рождаются. И начинается. Я видел, как... Я видел... Любовь, она разная абсолютно. Как парочки приходят к нам. И я видел, даже дедушка посадил внучку на коленках. Песня «Любовь». Это вообще концерт об этом. Это вообще вся группа об этом. Несмотря на то, что мы такие, типа, якобы мы крутые, такие, якобы не любим давать интервью. На самом деле мы все делаем ради любви. Очень хотим ее передать. Очень любим, когда она как пинг-понг возвращается к нам. Поэтому, Николай, низкий поклон тебе. Видео-дневники. Вы снимаете турец. Вы прямо сейчас стоите в камеру. Говорите. Камера нашего дневника. Что показывает? Что покажет? Показываем внутренности концерта. Концерт. Кухню. Кухню. Даже не концерт, а внутренности коллектива. Коллектива и отдельных его ярких персонажей. Вот, кстати, там будет больше ответов на вопросы, чем вопросов. Потому что мы показываем его, кстати, без купюр. Плюс 18. Мы идем в таком режиме достаточно настоящем. Если вы сейчас наши комментарии какие-то подрежете, то там в нашем дневнике все будет. Еее. Ага. У нас утренняя программа, как бы утренняя. А, спасибо, что сказали. А-а-а. Ну, как ты сегодня? С добрым. Как ты сегодня? С добрым. Дальщика красного вина. Ну, как вы начинаете выступать? Ну, если мы на концертах, то, например, я сегодня проснулся с позитивом. Вот. В прямом смысле. В прямом смысле. И в переносном он легенький. Я могу его перенести в любую. А обычно, вы же утренняя передача. Делаем зарядку. Обычно мы делаем, конечно, спортивные упражнения. Просыпаемся мы отдельно. Каждый со своей женой, с женами. Да. Благо мы уезжаем все вместе. И один не остается в Киеве, пока мы на концертах. Да. Поэтому мы просыпаемся со своими женами и занимаемся спортом. Мы вообще хотим всем утренним людям пожелать доброго, так сказать, пробуждения. И посоветовать всем заниматься спортом. Посмотрите на нас. Какие у нас красивые ребята. Мы специально для этого и держим. Мы специально для этого и держим, чтобы закрыть нас. В чем секрет счастья? Как для утренней передачи вы достаточно, конечно, интеллектуально подкованы. Но у нас есть ответ на этот вопрос. Например, я считаю, что счастье – это глагол. И счастье в процессе. Поиск счастья и есть само счастье. Жизнедеятельность как факт. И есть сама жизнь и счастье. Поиски, то есть синяя птица – это и есть сама синяя птица. Если поиски закончатся, все, тогда уже кранты. Дамы и господа, в это прекрасное утро для вас скажет гений любви и романса исполнитель Вадим Федоров. Давай. Алан Соджербой. Так я прямо представил. Хочется пожелать всем жителям Николаева всегда, чтобы у них было тепло, чтобы у них никогда не было войны, чтобы у них никогда не было проблем, никогда не было горя. Чтобы они всегда улыбались. Странный городочек. Все хорошо ходят улыбаться. В Америке там не все улыбаются. Почему и в Николаевне? Потому что там обкурены, там лихнулась давно. Конечно, они улыбаются. Понятно, что обкурены. А я хочу пожелать, чтобы люди были счастливыми. А счастье – это когда? Когда все родные, близкие живы. Здорово. Когда твои дети тебя радуют. Когда твои все близкие… Живы. Живы. Ходят. Высылают деньги. Высылают деньги. Да. В общем, хорошего чувства юмора, Николай Иванович. Чувства юмора, друзья. Улыбок. Любви и мира. С добрым утром. С добрым утром. Утречка вам. Спасибо большое.